А на дворе уже четверг, 2 марта, и мы говорим Доброе утро, Севастополь! Пора просыпаться! В студии для вас работает несравненная Дореника Джигирей, Михаил Паутов. Спросите, чем будете удивлять вот сегодня утром 2 марта? Ответим сюжетами наших корреспондентов. А вот какими, узнаем прямо сейчас. 2 марта в России День добровольных народных дружин. Впервые инициатива об их создании была озвучена в 50-е годы прошлого века. Районное управление внутренних дел награждает почетной грамотой Степанкову Клавдию Матвеевну. 1848 год, здание построено, земля под здание девичьего училища в Севастополе была выделена в 1843 году. Ну а предназначалось оно для детей, для дочерей, нижних чинов морского ведомства Черноморского флота. Сейчас здание до нас дошло в первозданном виде, как оно было построено? Нет, конечно. В новом выпуске рубрики поговорим о значении русских фразеологизмов. Ой, какая интересная у вас анкетка! Среди молодежи много кисейных барышень? Кисейных барышень, а у современной молодежи она несколько иная. А в нашем любимом городе героя начался прием заявок на участие в региональном этапе всероссийского конкурса под названием «Семья года». Представить портфолио своей семьи можно до 20 марта. Андрей Ника, может быть, тоже подадим заявку, вот как телесемья. Ну, слушай, вот смотри. Видимся каждое утро, посуду бьем. А что правда, это правда. Смотри, видишь, уже три кучки. Ругаемся за кадром, миримся в кадре. Ну, вот все есть показатели для этого. Ну, слушай, ну, к сожалению, нет такой номинации, как телесемья. Есть всего три представления номинаций, и сейчас мы узнаем, какие. Итак, категория «Молодая семья», есть также категория «Многодетная семья» и «Семейная династия». Главная цель конкурса – подчеркнуть значение семейных ценностей и усилить позитивный имидж семьи. Ну что, здесь и добавить нечего. Участвуйте, разве что вот полезную информацию. Если вы решили поучаствовать в конкурсе «Семья года», то подать заявку можно в Центре помощи семье и детям по адресу Пушкина, 18. А прямо сейчас смотрим рубрику нашей коллеги Ирины Варавы. Чем знаменателен сегодняшний день в истории? Да, ты. 2 марта в России День добровольных народных дружин. Впервые инициатива об их создании была озвучена в 50-е годы прошлого века. Движение получило поддержку со стороны партийных и государственных структур и стало массовым. В 1959 году ЦК КПСС и Совет министров СССР приняли постановление об участии трудящихся в охране общественного порядка в стране. Именно с этого момента и берет свой официальный отчет истории возникновения добровольных народных дружин в нашей стране. Первоначально в их задачи входила борьба с преступностью, помощь пограничным войскам в охране государственной границы, проведение воспитательной работы с населением, предупреждение и пресечение нарушений общественного порядка. Стойте, не с места! А ну-ка, садись от машины! За проявленные мужество и отвагу при задержании опасных преступников районное управление внутренних дел награждает почетной грамотой Степанкову Клавдию Матвеевну. Поздравляю вас! Восхищен вашим поступком! В 1984 году в СССР насчитывалось 282 тысячи дружин, 50 тысяч пунктов охраны общественного порядка и 13 миллионов дружинников. Ежедневно на дежурство выходили до 400 тысяч человек. Однако в 90-х годах деятельность добровольных народных дружин была приостановлена в связи с социально-политическими переменами в стране. Возрождение этой деятельности началось после 2000 года. В современном Севастополе ДНД появилось в 2015. Наступил у нас, если помните, период ЧС, и вот тогда активно начали граждане привлекаться к охране общественного порядка, охране генераторов, световых столбов и так далее. Это и было, скажем так, наше крещение в 2015 году. В 2018 году наша организация была зарегистрирована как юридическое лицо. И на основании этого, соответственно, мы уже смогли заключать разнообразные соглашения. Севастопольская ДНД работает на территории трех районов города – в Гагаринском, Нахимовском и Балаклавском. В ближайшее время после согласования с муниципалитетом в охват войдет и Ленинский район. Сейчас среди севастопольских дружинников насчитывается порядка 40 человек. Они действуют на основании 44-го ФСЗ и закона номер 128 об участии граждан в охране общественного порядка. Граждане, поступающие в дружину, дружинники, несут службу совместно с сотрудниками полиции, выполняют различные задания, поручения от УВД нашего города. Также участвуем в поиске пропавших людей, работаем с опорными пунктами с участковыми, оказываем всестороннюю поддержку. По закону мы имеем право оказывать содействие иным общественным организациям, другим органам государственной исполнительной власти. От четырех выходов в месяц и от двух до восьми рабочих часов в день. Такие обязательства принимают на себя те, кто вступает в ряды севастопольских дружинников. Однако, как показывает практика, большинство из них выходят на свой пост гораздо чаще. И вот почему. С 2019 года мы получаем материальное удовольствие. По соглашению заключенным с Департаментом общественной безопасности города Севастополя, дружинники получают те, которые состоят в реестре, которые прошли процедуру проверки, которые согласились со всеми требованиями внутреннего устава распорядка дружины, получает человек за один час 100 рублей, а оплата один раз в месяц. Пополнить ряды дружинников может любой желающий в возрасте от 18 до 70 лет. И чем больше будет людей, следящих за общественным порядком и безопасностью, тем спокойнее и уютнее станет на улицах нашего города. 2 марта 1994 года указом президента Российской Федерации учреждена государственная награда Российской Федерации «Медаль Ордена за заслуги перед Отечеством». Ее награждаются за заслуги отличия в различных областях трудовой деятельности, за большой вклад в дело защиты Отечества, за укрепление законности и права порядка, обеспечение государственной безопасности и иные достижения перед государством. «Медаль Ордена за заслуги перед Отечеством» имеет две степени – первую наивысшую и вторую. Можно сказать, что это низшая степень Ордена, хотя это медаль, но это из такой вот общей комплект одной награды. Когда Орден учреждался, подразумевалась такая система, что нужно пройти награждение по очередности. Сначала медаль второй степени, потом медаль первой степени, и дальше, наконец, Орден за заслуги перед Отечеством четвертой степени, и далее уже по восходящей. Автор рисунка медали – главный художник Санкт-Петербургского монетного двора, народный художник Российской Федерации Бакланов. Медаль Ордена за заслуги перед Отечеством выполнена из серебра, имеет форму круга диаметром 32 мм с выпуклым бортиком с обеих сторон. На лицевой стороне рисунок, наоборотный – девиз «Польза, честь и слава» и год учреждения медали – 1994. В нижней части – рельефное изображение лавровых ветвей и номер медали. К медалям Ордена за заслуги перед Отечеством, вручаемым военнослужащим, присоединяются два перекрещивающихся меча. В нашей стране дважды награждены медалью Ордена за заслуги перед Отечеством биатлонистка, трехкратная чемпионка мира Ольга Зайцева, астрофизик Дмитрий Бесикола, предприниматель и государственный деятель Сергей Муратов и другие. Если вы живете в Севастополе на улицах Коли-Пищенко или Горпищенко, то этим утром радостная новость для вас. Вот если проблемы с крышей, то на этих улицах отремонтируют как раз кровли шести домов. Накануне в доме номер 8 на улице Коли-Пищенко уже приняли капитальный ремонт кровли. А вот до мая этого года планируют обновить крыши еще у шести многоквартирных домов. Об этом сообщили в фонде содействия капитальному ремонту Севастополя. Здорово, что проводят такие работы, потому что получается, что и жителям комфортно, и дома для истории сохраняются в отличном состоянии. Это точно. А историю в Севастополе любят и ценят. Об этом точно знает наша коллега Анна Подубная, ведь она изучает историю различных мест Севастополя. И в новом выпуске рубрики готова рассказать о так называемом девичьем училище. Уже интересно. Получить среднее образование женщинам в Российской империи было крайне сложно. Эта привилегия была доступна только если ты из богатой семьи. Остальные же девочки учились на дому. Что говорить о высших учебных заведениях, они и вовсе были исключительно для мужчин. Все изменилось во второй половине 19 века. В нашем городе появилось девичье училище. Для молодых особ, чьи отцы были матросами, сигнальщиками, ботсманами на флоте. То есть имели низшие чины морского ведомства. С этого момента дамское образование в Севастополе становится доступней девушкам не только из богатых семей. Есть и еще один интересный факт. Говорят, у нашего девичьего училища есть свой двойник. И они как две капли воды похожи друг на друга. Правда это или нет, нам расскажет экскурсовод Севастополя и Крыма Гульшат Григориади. Да, совершенно верно. Николаевское девичье училище построено было даже раньше, чем севастопольское. 1844 год. Оно абсолютная копия здания в Севастополе. Тоже было построено по проекту архитектора Карла Акрейда или Чарльза, как правильнее, может быть, было бы сказать, поскольку он англичанин. А наше здание когда было построено и для кого? 1848 год. Здание построено. Земля под здание девичьего училища в Севастополе была выделена в 1843 году. Ну а предназначалось оно для детей, для дочерей нижних чинов морского ведомства Черноморского флота. То есть там обучались вот девочки. Принимались от 6 до 10 лет. И обучение заканчивалось, когда девочкам обучающимся исполнялось по 16 лет. А что преподавали? Преподавали в основном такие науки, как рукоделие, домашнее хозяйство, ремесленные. То есть все равно такое направление было именно по женское, да? Ну да, безусловно. Кроме этого, конечно, обучали грамотности, арифметики и законы Божьи. Что было со зданием во время Крымской войны? Вы знаете, во время Крымской войны вот этот вот архитектурный стиль сослужил хорошую службу девичьему училищу. Дело в том, что неприятель принял его за католический храм, за католический костел. Поэтому во время бомбардировок вот эта часть города, она не пострадала. До Крымской войны было девичье училище, а после уже окончания Крымской войны работа девичьего училища там не возобновлялась. Правда, во время Крымской войны, уже после занятия неприятелем Севастополя, там расположилась ставка французского генерала Франсуаши Лебазена. В будущем один из маршалов Франции, там они находились. Вы сказали, что после войны работа училища не возобновлялась. А что тогда в нем было? Да, действительно, в стенах здания работа девичьего училища более не возобновлялась. В 1857 году там размещался штаб командующего Севастопольским портом, затем благородное собрание, казначейство и Крикс-комиссариат. И также в 1857 году там выделено было помещение для Севастопольского отделения морской библиотеки. На тот момент сама морская библиотека находилась в городе Николаеве. Сейчас здание до нас дошло в первозданном виде? Как оно было построено? Нет, конечно. Проводились реставрации. Последняя была проведена в 2014-2016 году. Я бы сказала, без учета исторического облика здания, конечно, оно несет в себе черты первоначальной постройки, но, конечно, и сильно отличается. Спасибо вам большое за такой интересный рассказ о нашем девичьем училище. Спасибо вам большое, что пригласили. Было очень приятно. А с нашими телезрителями я прощаюсь. Со мной была экскурсовод по Севастополю и Крыму Гульшат Григориади. Меня зовут Анна Подубна. Это была рубрика «История. Место». До скорых встреч. Если вы любите различные к пище подсластители, то у нас для вас этим утром есть серьезная информация. Издание «ТАСС-Наука» сообщает, что международный коллектив медиков обнаружил первые свидетельства того, что частое употребление напитков и блюд с добавлением подсластителя, который называется эритритол, примерно на 80% повышает риск развития сердечных приступов и инсультов, а также увеличивает вероятность развития тромбозов. В этом исследовании наблюдали анализы 4000 человек на протяжении трех лет. И вот пришли к таким неутешительным результатам. Я вообще, честно говоря, стараюсь исключить сахар. Чай, кофе не бросаю. Между прочим, угощу тебя сегодня очень вкусными на стиве конфетками. Совершенно без сахара. Ну, говоря уже о искусственном сахарозаменителе, знаешь, это, мне кажется, перебор. Ох, Дориник, а для меня самое сладкое – это слушать каждое утро твой голос. Вот когда слышишь, в организме все показатели сразу увеличиваются. Ох, Миша! Не знаю, верить тебе или нет, но ладно. Не получится так красиво, как всегда, но сегодня своим гнусавым голосом я все-таки тебе расскажу, что будет 2 марта на небе. Итак, синоптики обещают, что будет ясно без тучек. Но только до обеда. Может, поэтому воздух прогреется всего до плюс 8 градусов по Цельсию. Ночью будет плюс 1 градус. Ветер 4 метра в секунду, влажность 61%. Ну, а атмосферное давление в пределах нормы – 760 миллиметров ртутного столба. Что ж, знаем прогноз погоды, пора и новости посмотреть. Эфир на телеканале СТВ продолжит информационная служба нашей телерадиокомпании. Это новости Севастополя. В студии Наталья Двойцына. Здравствуйте. Предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. Шесть украинских ударных беспилотных аппаратов было сбито средствами ПВО. Еще четыре выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено, сообщили в Минобороны. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев принял участие в форуме на тему «Социально-трудовые аспекты устойчивого развития в современных условиях». Он прошел в формате видеоконференции на площадке Российского Союза промышленников и предпринимателей. Участники форума обсудили перспективы развития рынка труда в контексте целей устойчивого развития, социальные факторы, стратегии и практики компаний, механизмы партнерства, бизнеса и власти в интересах устойчивого развития социально-трудовой сферы. Михаил Развожаев, как глава комиссии Госсовета Российской Федерации по образованию, заострил внимание участников форума на проблемах и задачах специального профильного образования. Система СПО – это региональная на сегодняшний момент система и, в общем-то, развитием, и прежде всего занимаются регионы. И, наверное, здесь есть и плюсы, и минусы. Минусы – это стандартное недофинансирование, особенно в регионах, где высокодефицитные или просто дефицитные бюджеты, либо бюджеты находятся на грани сбалансированности. С другой стороны, это возможность именно настраивать задачи СПО под региональную экономику. Одна из основных проблем на сегодня – это нехватка кадров в определенных отраслях экономики. По мнению Михаила Развожаева, необходимо шире распространять программу профессионалитета, а работодатели должны им теснее взаимодействовать с учебными заведениями. Это касается и вузов. В рамках баллонской системы, где-то мы там, наверное, слишком много сделали направлений подготовки, часто тоже мало сочленяемых с интересами именно работодателей. С учетом текущего момента, когда все-таки у страны стоят прикладные задачи, и прежде всего обеспечить национальную экономику кадрами, вот в рамках возвращения специалитета, о котором сказал президент в послании, здесь, мне кажется, тоже могут быть корректировки. На территории парка Победы установят навигационные указатели. В студенческом сквере, где находится аллея героев спецоперации, оборудуют систему капельного полива. А на фонтанах в честь городов-героев к 9 мая жестяные таблички заменят на литые. Такие поручения дал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Выездное совещание в парке Победы он провел с заместителем Евгением Горловым и председателем законодательного собрания Севастополя Владимиром Немцевым. Вместе с главой города они обсудили проблемные вопросы, касающиеся благоустройства территории парка. Особое внимание обратили на интернациональный фонтан, расположенный возле аллеи героев. По словам Михаила Развожаева, внешний вид следует видоизменить. Рядом с аллеей наших героев сейчас такое соседство выглядит неуместно. Есть два предложения. Название страну брать, а вместо них разместить наименование соединений воинских частей, вооруженных сил, Росгвардии, других войск и воинских формирований, в том числе кораблей и судов, принимающих участие в СВО, а также нанести на гранитные плиты фонтана имена наших павших воинов. Как отметил Михаил Развожаев в своем телеграм-канале, все идеи и предложения по поводу внешнего вида интернационального фонтана будут рассмотрены и обработаны, после чего проведен опрос, чтобы в случае дальнейшей реставрации максимально учесть мнение севастопольцев. В медицинских учреждениях города будут открыты реабилитационные центры. Об этом в эфире нашего телеканала заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Первые такие центры появятся уже в ближайшее время. Это очень важное направление реабилитации, потому что важно не только активную фазу лечения провести, но потом человека восстановить. Особенно это важно для таких тяжелых ситуаций, как постинфарктных, постинсультных и так далее. Поэтому первое было открыто в девятой больнице. План сделать реабилитационное отделение во всех наших основных медицинских учреждениях. В этом году это будет детский реабилитационный центр, уже выделено и помещение, и оборудование, деньги предусмотрены, будет закупаться. Потому что детская реабилитация это уже отдельное важное направление, на детском комплексе появится. Вообще реабилитационные направления по разным. В рамках этого одного реабилитационного отделения будут выбираться те как раз постактивные фазы лечения, которые требуют реабилитации пациентов, будут медики направлять для того, чтобы проходить эту реабилитацию либо на стационарной, либо на амбулаторной основе. Но каждая больница будет этим заниматься. Это такая концепция, которую мы решили внедрить и которая будет в каждом лечебном учреждении. Севастополь возьмет на себя ремонт инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства в подшефных регионах Запорожской области. Уже подготовлена соответствующая программа. Губернатор города Михаил Развожаев сказал, что она рассчитана до 2025 года. Потратить на ее реализацию планируют 800 миллионов рублей. Будут ремонтировать трубы, газопроводы, теплосети, общежития для учителей в центре Мелитополя, в котором разместятся специалисты, приглашенные из других регионов России, а также детские сады и школы. Курировать подшефные нашему городу Мелитополь и Мелитопольский район будет вице-губернатор Севастополя. Павел Иена. Какие коммунальные услуги могут ограничить потребителю ресурсоснабжающей организации в случае задолженности? Кто вправе инициировать проведение экспертизы качества коммунальной услуги? На эти и другие вопросы отвечали участники диктанта ЖКХ. Просветительская акция, организованная партией «Единая Россия», проходит по всей стране с 13 февраля онлайн. Площадкой для очного формата в Севастополе стала школа «Экотех плюс». Проверить свои знания в сфере жилищно-коммунального хозяйства пришли члены партии и депутаты муниципальных образований. Они прошли тесты из 30 вопросов. Данная акция нацелена на повышение знаний и компетенции граждан в сфере ЖКХ. После успешного прохождения теста участники получают сертификаты. В первую очередь диктант ЖКХ направлен на повышение знаний, грамотности, потому что вопросы ЖКХ, они очень нужны конкретно для людей, для собственников. Потому что юридическая грамотность у нас немного подхрамывает, и поэтому сперва в проекте «Школа грамотного потребителя» проходит обучение людей. Специальный сайт «Школа ЖКХ», на который может любой человек зайти, пройти обучение в режиме онлайн. И после этого вот так вот интересно себя протестировать на знания вопросов. Каждый проживающий в МКД должен знать свои права, обязанности. В этом диктанте именно излагается суть всех наших, тех же законов, которые принимаются на федеральном уровне, и законов, которые мы принимаем и на региональном уровне. То есть я считаю, что все эти законы должны работать, и жители должны знать, как эти законы работают. Вот допустим, недавно мы приняли закон о том, что всеобщие домовые счетчики должны будут устанавливаться за счет ресурсоснабжающих организаций. Вот должны знать это и наши жители Севастополя в том числе. Это очень хорошее подспорье. Акция «Диктант ЖКХ» продлится до 17 марта. Принять участие может любой желающий, зарегистрировавшись на сайте «Школа ЖКХ». И на этом пока все. Хорошего продолжения дня и до встречи. Дореника. Дореника, работаем. Дореника. А, уже все? Да, ты меня слышишь? Извините. Да, пока я еще слышу. Такая вот миниатюра в нашем исполнении, которую мы бы хотели от всего сердца посвятить скорому празднику. 3 марта отмечается Всемирный день слуха. И накануне этого праздника обсудим эту тему с гостем нашей студии Андреем Красненко, врачом-отоларингологом 1-й городской больницы. Андрей Сергеевич, как нас слышно? Что-то слышу. Добрый день. Доброе утро, да. Слышимость, видимость. Я давно ждала этого врача в нашу студию. Вот почему. Я полжизни в наушниках, так как радиоведущая. Почти полжизни. Скажите, доктор, влияет это на слух или нет? Именно вот наушники. Наушники. Профессиональный вред в нашей среде очень важен. Наушники однозначно влияют на слух негативно. Особенно маленькие наушники-вкладыши, которые вставляются в слуховой проход. Лучше использовать так называемые головные телефоны. Это крупные наушники, которые можно надеть на голову. Звук в них распределяется шире и влияет менее агрессивно. Андрей Сергеевич, скажите, а вот есть какое-то понимание по времени, сколько безопасно можно в наушниках слушать музыку, аудиокниги, а через какой промежуток наступает такая вот зона риска? Есть определенные рекомендации. Считается, что желательно слушать не больше 2-4 часов в сутки. Потому что более длительное прослушивание уже дает эффект однозначно негативный. И лучшие наушники, которые надеваются на уши. Да, головные телефоны, крупные наушники, они безопаснее. Чем они меньше, чем глубже в нашем слуховом проходе, тем вред ощутимей. Ну, то есть я спасена, потому что у меня как раз-таки работала в этих наушниках. Но, я думаю, молодежь поняла, о чем идет речь. Не так-то все безопасно. А вообще, в принципе, почему мы к старости теряем слух? Ну, к сожалению, слух мы терять начинаем как раз в молодости. Вот, буквально в 25-30 лет уже слух начинает потихонечку снижаться. Мы этого не замечаем. К счастью, большинство не чувствует. Но есть люди, когда слух теряется достаточно резко. Чаще, безусловно, в возрасте уже пожилом. Но у большинства людей старше 60-ти слух в определенной мере снижен. Но поскольку все это очень постепенно идет, человек без явных проблем не ощущает это как резкую потерю. И не знает о своей возможной проблеме. А как проверяют слух, например, у младенцев или у детей такого вот младшего возраста? Ну, изначально слух проверяется у всех. Вот абсолютно у каждого младенца в роддоме происходит проверка слуха методом вот акустической вызванной эмиссии. Делается это первые 3-4 дня. Если все хорошо на этом проверке заканчивается, если же вдруг по какой-то причине младенец теста не прошел, или в дальнейшем определенные проблемы могут заметить родители, то в возрасте 3-4 месяца уже проводится повторный тест. Как правило, это делается в детском учреждении. А как? То есть, проще говоря, смотрят, есть ли реакция у малыша на какие-то щелчки? Ну, это уже задача домашняя, скорее, родители, специалистов общего профиля, в том числе педиатров, если они заметят, что ребенок не реагирует на внешние раздражители. Интересно, а есть какие-нибудь упражнения, которые, например, мы зрение, да? Делаем туда-сюда упражнение, и вроде как чуть-чуть усиливается зрение. Или наоборот ослабляется, да. Есть с ушами что-то подобное профилактическое? Здесь можно искать параллели, но, тем не менее, тренировать слух очень сложно. Все-таки тренировка слуха – это, скорее, упражнение на общее внимание и, безусловно, профилактика патологий. То есть, если мы за слухом не следим, опять же, перегружаем его внешними источниками, если мы часто болеем, тот риск слух потерять. Если же мы в целом здоровы, то это и есть, так сказать, лучшая тренировка, избегать каких-то проблем. Ну вот вы знаете, у нас в паре с Дориникой бывает такое, ей что-то говоришь, 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 а она не слышит. Вот от природы кто лучше слышит, женщины или мужчины? Я туплю просто. Я тебя хорошо слышу. Ну вообще действительно интересный вопрос. Несмотря на последний момент, замечание, все-таки стоит признать, что однозначно женщины. Женщины, ух ты. Ну это мое личное наблюдение. Вот это поворот. Каких-то научных изысканий на эту тему я не встречал. То есть, однозначно мы говорить не будем. У нас и слух, и зрелищ. Но верим, что женщины более тонко устроенные существа, чуткие, нежные. И я думаю, что они замечают какие-то детали быстрее. А знаете, что еще, кстати, извините, пожалуйста, ну просто интересно сейчас вам рассказать, что не только слух у женщины острее, но и зрение. Если у мужчин бинокльное, у нас периферийное зрение. Потому мы все замечаем, когда вы едете за рулем, вы сразу же увидели девушку, такие, ей нужно посмотреть туда, где вы ее увидели. А мы всех вместе взятых видим, еще и вас палим. Так что вот. Ну извините, это я отвлеклась. Важно не забыть про слух в этот момент. Это да. Ну а вот когда говорят, что у человека музыкальный слух, это получается дар природы от рождения, или все-таки он развивает в себе с детства такую способность? Наверняка дар природы, а развитие – это опять же тренировка, общие какие-то моменты. То есть вряд ли здесь конкретно с органом слуха есть связь. То есть это уже общие нейронные связи, возможности человека, таланта. Андрей Сергеевич, у вас очень большой опыт взаимодействия с севастопольцами, которые приходят вам со своими проблемами. Вы могли бы выделить, вот есть ли какие-то общие тенденции именно Севастополя? Какие проблемы со слухом люди испытывают? Может быть, как-то море влияет, что люди не знают, как избавиться от морской воды в ушах после купания? Ну, здесь несколько моментов. Вы правильно подсказали мне про море, потому что купание, ныряние – один из факторов. Однозначно один из факторов. То, что у нас в городе очень много военных моряков, много людей, связанных с морем, летнее ныряние, дайвинг, погружение – все это сказывается. Есть проблема, которая характерна для прибрежных городов, для морских, северных, для людей, которые служат, называется на экзостозы слухового прохода. Когда в результате погружений, холодов нередко костная ткань в слуховом проходе начинает немножко разрастаться, и за счет сужения немного может слух теряться. Но это происходит только уже в преклонном возрасте, поэтому бояться этого не нужно, а периодически, безусловно, проверяться, особенно людям старшего возраста, которые прошли определенные такие моменты в жизни. И второй момент в плане купания, не только, конечно, для севастопольцев, это серные пробки. То есть повсеместная проблема всего населения, связанная с купанием, когда вода попадает в уши летом, однозначно больше таких проблем становится у нас. И более важный фактор – это то, что люди уши чистят. Я удивлю, пожалуй, но уши чистить нельзя. Вот этой штучкой нельзя уши чистить? Да, эта штучка не для ушей. В смысле, а для чего? Их продают как для ушей. Ватные палочки, если написано ватная палочка, это чисто маркетинговый ход. Правильное ее название – косметическая палочка. Она нужна для кожи, но не для слухового прохода. Правильная логичность, что мы больше забиваем туда? Однозначно. Потому что сделать этой палочкой движение извлекающее фактически невозможно. Это нужен достаточно широкий слуховый проход, и большинство людей только заталкивает все глубже и глубже. При этом кожа слухового прохода воспринимает эти действия как агрессию извне и начинает вырабатывать серу больше, больше, больше. Человек чистит чаще и в итоге забивает себе ухо напрочь. А как тогда чистить? Получается как-то высасывать? Ну, у специалиста. Извините. У специалиста. Чистить уши не нужно вообще с подручными средствами. Для этого существует мытье головы и собственные пальцы. Полотенце, рука, моете голову, моете ухо. И все. А как часто все-таки к доктору ходить для того, чтобы эти пробки вытаскивать у профессионалов? Если они появляются, то, безусловно, имеет смысл показываться от двух до четырех раз в год перед летним сезоном, когда есть риск того, что вы пошли на море, получили проблему. Тем более, если люди поехали куда-то далеко. Вы знаете, я очень люблю ходить в походы по Большой Севастопольской тропе с ночевками, в палатках. И одна из фобий, которая есть, не знаю, у меня, по крайней мере, точно, что какое-то насекомое может заползти в ухо, там отложить яйца. И, в общем, через какое-то время там появятся соседи в голове. Это не просто тебе жить. С тараканами, да. Вот вы встречались с такими случаями? Или это все-таки, ну, там, один на миллион, может быть, такой случай? Я тоже очень люблю Большую Севастопольскую тропу, город, регион наш. На собственном палаточном опыте я скажу, что это происходит все-таки редко. Чаще эти проблемы характерны для людей, которые ночуют в не самых хороших условиях. Вот насекомых мы извлекаем достаточно регулярно из ушей. Но чтобы они отложили яйца, такого мы почти не встречаем. Точнее, я не помню ни одного случая, бояться не нужно. Проблема, как правило, решается быстро и без последствий. То есть вымываются насекомые напором жидкости и последствий никаких. Ну, это клопы, муравьи, да? Это тараканы, моль, бабочки, вот такие вот мелкие какие-то насекомые. Чаще тараканы, но, к правилу, это у людей, которые выбрали место ночлега неверно. Гриппы, насморки и все остальное ведут к отитам, насколько я понимаю, да? И к каким-то гнойным вот этим вот моментам. Только это или что-то еще? И вообще, чем это чревато все эти гриппы и последствия? Самый актуальный вопрос для любого лор-врача и, конечно, для слуха тоже. Любое простудное заболевание, в том числе вирусные инфекции, вызывают у нас отек слизистых носа, носоглотки, воспаление в слуховой трубе и, к следствию, уха. Мы начинаем плохо слышать, появляются воспаления, могут развиваться хронические отиты, вследствие чего появляются перфорации барабанных перепонок. Если человек, орган слуха свою функцию выполняет недостаточно хорошо, человек глохнет. Но нужно учитывать, что, например, вирус гриппа может действовать ототоксически и вызывать нарушение функции слухового нерва. Даже без прямого воспаления в ухе слух может нарушаться. Часто это характерно для детей, но для взрослого населения тоже. Поэтому противовирусная профилактика крайне важна. А в чем она противовирусная профилактика? Ну, однозначно, вакцинация от гриппа, коронавируса, других инфекций, здоровый образ жизни, раннее обращение к медицинскому специалисту, чтобы не упустить такой проблемы. Потому что, к сожалению, у нас многие ждут неделю, а то и две, когда пройдет само. Только потом приходят. Это касается и простудных заболеваний, тех же стерных пробок и любых проблем. Развитие хронического отита достаточно серьезная проблема, не такая редкая, как нам хотелось бы. В этом ключе нужно отметить, что наше отделение подало заявку на приобретение высокотехнологического хирургического оборудования для операций на среднем ухе, в том числе слухоулучшающих. И приобретение этих приборов, этих инструментов, уже согласованного уровня Департамента здравоохранения, главным врачом. И однозначно в ближайшее время лороделение Севастополя начнет операции, которые раньше были возможны только в материковой части. И проводились крайне редко. Вот поэтому наши возможности растут. И, в том числе, слухоулучшающие будут оказываться. Андрей Сергеевич, а может быть дадите рекомендации, если человеку нужен слуховой аппарат, как выбрать приемлемый вариант? Потому что сейчас наверняка есть и много отечественных аналогов. Про рынок слуховых аппаратов сейчас, мне сказать, сложно будет. Безусловно, есть мировые бренды, которые являются ведущими, как на рынке любых устройств. Выбрать непросто. Тем более, стоимость хорошего устройства очень высокая. Она часто превышает, скажем, доступный и понятный всем мир гаджетов. Но при этом важно все же выбирать устройства, хотя бы приближенные к средним. Потому что самые простые, самые дешевые, они, как правило, работают не по диапазонам слуха, а на усиление звуковой волны по одной тональности. И такой слуховой аппарат может даже иногда вредить. Поэтому желательно подбирать у специалиста, у врача-сурдолога такой аппарат, и, соответственно, его настраивать, подбирать не только по своим возможностям и желанию, но и по выраженности, потере слуха. А вот смотрите, у лор-врача все понятно. Приходишь, тебе показывают буквы, и если ты третью строчку не видишь уже, то, ну, все, проблемы, да, начались со зрением. Нужно делать профилактику. В окулиста, да, в смысле, да, у окулиста. Ну, вот, видишь, у меня еще и с сознанием уже все нехорошо. Я тоже порой путаю стоматологов и хирургов. Вот, а как со слухом уже понимать, если не совсем глухота, а чуть-чуть, как понять, что да, уже проблема есть? Безусловно, если человек сам заметил, если ему сказали близкие, желательно не отнекиваться, не отмахиваться от этой проблемы, а пройти проверку. Есть такой метод, как тональная пороговая аудиометрия, которая легко проводится в разных учреждениях, довольно быстрая, и вам уже сразу дадут ответ, если проблема или ее нет. Слушайте, я сейчас вспомнила очень смешной случай. Женщина подала на своего мужа в суд. 30 лет жили вместе, и она думала, что она живет с глухим мужчиной. Выяснилось, что у него все хорошо со слухом, он просто прикидывался глухим, для того, чтобы она его не доставала. Что, зеленые тапочки? Да-да-да. Обширная тема. Да-да-да. А почему может быть такой эффект, когда, например, вы слушаете радио или смотрите телевизор, вы все слышите, но ничего не можете вспомнить, что вы услышали? Опять же, вопрос скорее интереса, на что мы акцентировали свое внимание, что запомнили, а что пропустили мимо. Поток информации настолько большой, что не хочется запоминать все, и лишнее отсеивается. Тут орган слуха скорее не виноват. Вопрос не к лошадке. Вопрос, да, к неврологу. Как нас обрабатывают эту информацию. И психиатру. К психологу, да. Мне интересно у вас узнать, люди, которые служат на подводных лодках, у них особо острый слух? Как-то они развивают этот навык? Локаторы свои. Есть у меня предположение, что у них может быть слух особо острым, но скорее просто очень хороший, потому что не попадет человек с плохим слухом на подводную лодку, в связи от того, что требования по здоровью к таким военнослужащим совершенно особые. Они проходят множество проверок, и больше нагрузка ложится на их другие качества, конечно. То есть это очень тяжелая работа. И если вдруг этот человек болеет, если он плохо слышит, он просто там не окажется. И, соответственно, наверняка какие-то профессиональные моменты развивают тоже внимание. Но, увы, я не знаю, как в современных условиях, но работа машинного отделения, шумы разные, они скорее слух будут снижать. К счастью, работа на подводной лодке, наверное, самая длительная. — Значит, профилактика — только идти к врачу, выявлять уже, что на данный момент, и что-то прописываете, да? — Простите, а можно я вас спрошу? Вот я младшему сыну чищу уши вот этими палочками, а у них есть такой еще ограничитель. Это тоже получается маркетинговый ход? — Абсолютно. Тоже, чтобы палочки были не только для взрослых, но и для детей. — И для детей еще? — Да. — И они бесполезны. — То есть лучше ничего не придумали, как полотенца? — Безусловно, родитель может заглянуть в ушко ребенку, и то, что он увидел уже в нижней части, на выходе слухового прохода, аккуратненько смахнуть палочкой, салфеточкой, ватным диском, неважно чем, но лезть глубже, чем он видит, зрением без усилия, не нужно. — Доктор, а прыгать после моря нужно? — Это вполне, вполне. Здесь никаких ограничений нет, и водичка, которая в ухо попала, она и сама выйдет, но можно немножко помочь. — Хорошо. Ну что, вы знаете, по утрам мы не тренируем, конечно, ну, больше зрения, да, периодически слух, друг друга услышать. Мы тренируем еще мозг. Вы участвуете этим утром в зарядке для ума. Вы команда. Назовитесь как-нибудь. — Миша. — Не делай вид, что ты меня не слышишь. Со мной это не прокатит. — Мы вспоминали Милянска, можно назваться Чайка. — Чайка? — Да, отличное название. — Так, угу. Итак, несколько вопросов. Несколько вопросов в зарядке для ума. И первый вопрос на засыпку. У кого давление всегда на высоте? — Доктора. — У летчиков. — У летчиков. — Альпинистов. — У гипертоников. — Ух ты, не всегда. — Хорошо. — Какое растение считалось целебным до середины 19 века? Сегодня считается, что употребление этого растения убивает. До 19 века это было целебное. Петр Первый, кстати, привез. — Акаин, белодонну. — Отлично. — Картошка? — Картошка. — Ближе к реалии. — Табак. — А, да. — Петр Первый, я же вам подсказала. Хорошо, окей. Следующий вопрос. Какая врачебная специальность была у доктора Айболита? — Здравствуйте. — Терапевт? — У вас дети. — Педиатр? — У доктора Айболита. — Значит, педиатр. — Ветеринар. — Начинаем. — Ладно. — Уже копаем. — Что происходит? Ну-ка собрались, просыпаемся. Хорошо. И еще вопросик. Поставьте диагноз. Доктор, ставьте диагноз. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня? Итак, диагноз. — Сколиоз. — Да. — Косоглазие. — Шейный остеохондроз. Хорошо. Еще один диагноз ставим. Судьи люди, суди бог. Как же я любила, по морозу босиком к милому ходила. Диагноз? — Кроме того, что... — Слабоумие. — Согласна. — Еще версия? — Ну, может быть, простуда. — Простуда. И это правильный ответ. Ну что, победила я. И зарядка для ума завершена. — Андрей Сергеевич, может быть, что-то скажете, напутственную севастопольцам, чтобы люди берегли слух? — Большая просьба не забывать о своем органе слуха. Помнить, что это не менее важно, чем тоже зрение. К сожалению, зрение в приоритете. Большинство слух остается где-то на задворках. При малейших проблемах, которые не проходят в течение дня двух, обращаться в поликлинику, показывать свои ушки и не вредить им. — Спасибо вам огромное за искренность. Действительно, очень интересно и много любопытного сегодня утром мы узнали. Я напомню, что мы общались в честь праздника, который только предстоит. 3 марта будет Международный день слуха. И сегодня у нас в гостях был Андрей Красненко, врач-отоларинголог городской больницы номер один. Спасибо большое. С гостем мы прощаемся. А вы оставайтесь на телеканале СТВ. Сегодня вас будет ждать много интересного. Главная героиня Ольга Савельева — главврач роддома. Ее любят и ценят на работе, однако мало кто знает, чем на самом деле она занимается. Женщина помогает пристраивать в обеспеченные и бездетные семьи новорожденных отказников, принимая за это денежную благодарность от родителей. Все было хорошо в жизни ее до одного момента. Единственный сын Никита, уехав за границу, погибает при странных обстоятельствах. Связана ли его смерть с деятельностью Ольги? Узнаете в 17.30 в телесериале «Хорошие руки». В 19.30 программу передач на СТВ продолжит вечерний выпуск новостей. О самых главных событиях дня в стране и городе расскажут корреспонденты информационной службы нашего телеканала. В документальном фильме «Донской монастырь» расскажем об одной из старейших в Москве мужских обителей. Кто был основателем святого места? Как проходит таинство монашеского пострига? И какой иконе приезжают поклониться сотни верующих каждый день? Ответы на эти вопросы узнаете в 20.00. Одна жизнь может изменить мир. Когда Джереми встречает Мелису, он сразу понимает, что она та самая, кого он так долго искал. Но хватит ли у него сил, чтобы побороться за любимую и пройти все испытания, чтобы завоевать ее сердце? Не пропустите романтическую кинокартину в 21.30. Забавный случай приключился с молодой девушкой, которая решила скорректировать свою улыбку. Она отправилась к стоматологу за бондингом. Так называют процедуру, во время которой на зубы наносят особую композитную структуру, такой материал. Все прошло отлично. Но вот когда девушка оказалась с друзьями в ночном клубе, то в темноте четыре передних зуба начали светиться. Эффект усиливало ультрафиолетовое освещение. Невероятно. Зато ее молодой человек всегда может найти свою любовь даже в кромешной темноте. Что еще интересного произошло за последние сутки, узнаем далее из следующего материала. Перед нами цифровой рентгеновский комплекс. Он позволяет получить снимок, который благодаря современным технологиям мгновенно окажется на мониторе лаборанта и врача-рентгенолога. После чего специалисты смогут тут же приступить к анализу данного снимка. При помощи такого аппарата можно сделать рентгеновский снимок, который поможет медикам определить, какая у пациента травма или другое заболевание. Много времени процедура не отнимет. Продлится не дольше пяти минут. Вот эта ножка сгибается у тебя в коленочке, уходит вперед. Эта ножка лежит на кассете. И так. Лежишь, не двигаешься. Не шевелиться нужно, чтобы изображение получилось четким. Через пару мгновений готовый результат уже рассматривают медики и озвучивают предварительные выводы о состоянии здоровья пациента. Мы видим, что уже, скорее всего, мальчик сюда направили от ортопеда, скорее всего, с патологией костно-сосновной системы. И мы уже, в принципе, готовы дать описание в ближайшее время. И молодой человек вернется к врачу, получит лечение и уже начнет получать помощь медицинскую. Цифровой формат значительно облегчает и ускоряет работу. Уделится врач качество изображения намного выше, чем на пленочном оборудовании, а значит и точнее диагностика. Кроме того, все снимки попадают в архив, который при необходимости можно поднять и пересмотреть. Более того, этот снимок может в цифровом виде множиться. Он может передаваться на сервер для других врачей, врачей других специальностей. И может быть использован для телемедицинских консультаций в федеральных клиниках. А вот уже кабинет компьютерной томографии. Аппарат КТ в прямом смысле слова видит человека насквозь. Еще четче и детальнее, чем рентгеновский комплекс. Кабинеты компьютерной томографии и магнитно-резонансной томографии работают у нас с 2020 года. Была произведена реконструкция, капитальный ремонт помещений специально для этого оборудования. Это первые два аппарата, два томографа компьютерные, магнитно-резонансные, которые появились в нашем городе для населения детского возраста. Чтобы обследование не вызывало у ребенка тревогу, чтобы он не плакал и мог лежать спокойно, созданы максимально комфортные условия. Например, с жалюзина маленького пациента смотрят персонажи сказок и мультфильмов. А на экране оборудование можно наблюдать за рыбками. Отделению лучевой диагностики, как и самой Пятой горбольницы, 40 лет. Начиналось оно с одного рентгеновского кабинета в консультативной поликлинике, которая тогда тоже только открылась. Расширяться стали после ввода в эксплуатацию здания детского стационара. Долгое время работали на оборудовании советского производства. Качественном, но не вечном. При Украине техника вообще не обновлялась. Современная аппаратура начала поступать, лишь когда Севастополь воссоединился с Россией. В 2014 году мы получили 5, вот наше отделение лучевой диагностики, 5 ультразвуковых аппаратов, прекрасных, о которых мы не могли мечтать. Сейчас в отделении лучевой диагностики только современное и технологичное оборудование. А в коллективе во все времена квалифицированные специалисты, которые делают все, чтобы пациенты в полном объеме получали необходимую помощь и, конечно, выздоравливали. Президент России Владимир Путин на днях подписал закон о недопустимости использования иностранных слов в русском языке в случае, когда язык используется в качестве государственного. Документ уже размещен на портале правовой информации. Напомним, что государственный язык обязаны использовать представители органов власти и чиновники. Закон также вводит контроль за соблюдением должностными лицами норм современного русского литературного языка. Исключения составят те случаи, когда иностранные слова не имеют аналогов в русском языке. Наш эфир продолжит наша рубрика под названием «Чисто по-русски», в которых мы прямо вот на улице Севастополя вместе с севастопольцами заполняем пробелы в знании великого и могучего. Посмотрим, на чем ты их поймал. Чисто по-русски. В новом выпуске рубрики поговорим о значении русских фразеологизмов. Что означает «профессор кислых щей», «кисейная барышня» и «ярычица по брюху». Но для начала спросим у севастопольцев, знают ли они значение этих выражений. Профессор кислых щей? Есть варианты? Нет, если честно. А вот «кисейная барышня»? Профессор? Мне кажется, это тот, кто умеет готовить. Как вы думаете, кто такой профессор кислых щей? Вот о ком так могут говорить? Не знаю, не сталкивался. А «кисейная барышня» помните, может быть? Не, не помню. А «ярычица по брюху»? Понятия не имею. Ой, какая интересная у вас анкетка. О ком говорят профессор кислых щей? Ну, человек неграмотный. Ух ты, точно. А вот «кисейная барышня»? А, которая ведет себя так легко, легкомысленно, скажем. Вы так делали? А, ну да, я так думаю. Может подумать как следует. То можно еще что-то найти, варианты другие. А вот «ярычица по брюху», как думаете, что это делать? А, это уже касается аппетита какого-нибудь такого. Слишком уже. Кто из вас лучше разговаривает? Профессор кислых щей, что означает, как думаете? Без понятия. А «кисейная барышня»? «кисейная барышня»? Не знаю. А «ярычица по брюху», ну, как бы совсем варианты. Вообще ноль. Без понятия. Как вы думаете, почему русские фразеологизмы выходят из тренда? Без понятия. Но это не ко мне вопросы. Русский, да, вообще. Больше английский? Конечно. У нас был в детском суду на выпускном профессор кислых щей. Серьезно, а что он делал? Рассказывал нам о том, как в школе классно. Оказался прав? Ну да. Здорово. А вот «кисейная барышня», кто бы это мог быть? У вас среди подруг, может быть, есть такие? Ну, грустная девушка. Огорченная чем-то. Среди молодежи много «кисейных барышней»? «Кисейных барышней», а у современной молодежи она несколько иная. Здесь к ним это не подходит. Здесь совершенно другое понятие. А какое? Они немножко, как это сказать, раскованные с одной стороны, а с другой стороны, может быть, ну, по возрасту разные. Мы воспитаны были в свое время так, а они по-другому. Ну, а некоторые не умеют нас. То есть тут двояко можно обсуждать. Спасибо вам огромное. Спасибо. Вы такой грамотный человек. Вы преподаватель, наверное? Русского языка? Была, да. Ну, я экскурсовод больше, поэтому, да, так может быть. Отлично. Мы вам тогда позвоним. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Вот видно, грамотный человек настал поправлять на такой очевидной ошибке. Считается вымышленный герой, который отрицательный, поэтому трудно конкретно сказать. Который говорит в какой-то теме, в которой совсем не разбирается. Вот именно так. Поэтому конкретно личность, его невозможно предугадать и сказать. А как вы думаете, о ком говорят кисейная барышня? А, ну, такая, в общем-то, особая личность, которая избалована до такой степени, и до такой степени, можно сказать, позволяет себе всякие-всящины. Вообще отличается своим ненормальным характером и своими ненормальными, в общем-то, капризами, поведениями. Были у вас такие? Да, именно так. Кисейная барышня, это, знаете, из серии тургеневских, так скажем, барышень классическая, которая вся в кисее, так скажем, в кружевах и так далее, недоступная, неприступная. Со своей жизненной позицией, думаю, так. Болеет за Динамо. А, вот так вот даже, да, за Динамо или за Спартак. Может быть, по-разному трактоваться. А вот ерычца по брюху. Не знаю, впервые слышу. А вот ерычца по брюху, как вы думаете, что это означает фразеологизм? Да, это фразеологизм еще тот, да. Ну, сложно сказать, но в моем представлении это, так скажем, вот такая вот аналогия типичного славянского языка, да, на который сейчас все переходим после указа президента относительно неупотребления иностранных слов, когда есть свои русские, славянские. Ну, это вот как в этой рекламе, где QR-код на коте написано, да, то есть это какое-то удовольствие, которое, я так думаю, которое испытывают люди, когда им хорошо, когда у них все получается, думаю, так. Как показал наш опрос, немногие севастопольцы знают значение русских фразеологизмов. Самое время сейчас восполнить этот пробел в знаниях. Итак, профессор кислых щей. Так говорят о человеке, который рассуждает о вещах, в которых сам толком ничего не знает. Ерычца по брюху. От слова ерыкать, то есть ругаться, сквернословить. Кстати, вот профессор кислых щей – это и есть еще такое произведение Виктора Драгунского, в котором многие родители узнают себя в детстве. А кто же такая кисейная барышня? Едко иронической характеристикой женского типа, взлелеенной старой дворянской культурой. Кисея – дорогая и чрезвычайно легкая бумажная ткань полотняного переплетения. В такую материю и приоделись провинциальные молодые дворянки, провознеся загадочность и экзотичность в свой образ. Знаете, кто такая кисейная барышня, профессор кислых щей и что такое ерычца по брюху. Благодарим вас с успеха вашей. Можно вас обнять? Да, да, да. Спасибо. Дореника, вот как ты думаешь, за что могут назначить штраф в размере 906 миллионов рублей? 906 миллионов, почти миллиард. Ого себе суммище. Ну, я думаю, что это что-то, наверное, должно быть системное. Ну, например, неэтичная конкуренция, как вариант. Ну, почти ты угадала. На днях Федеральная антимонопольная служба России сообщила, что компания Apple действительно оплатила штраф 906 миллионов рублей, проиграв суд в деле за то, что ограничивала программы других разработчиков, не давая им доступ к информации об использовании приложений. Проще говоря, из App Store могли без объяснения причин взять и удалить твое приложение. А вот приложение Apple оставить, вот за это и наказали. Хм, честно говоря, я единственный сейчас раз пожалела, что у меня не было Apple. Я же могла тоже такую, в принципе, сумму, подав заявление, получить. Впечатляющая сумма, конечно. Надеюсь, в наших личных делах вам тоже помогает информация правового характера. Ну, собственно, в нашей рубрике «Имеем право». Новую серию смотрим здесь и сейчас. А в этом разделе рубрики речь пойдет об алгоритмах действий по реализации и защите гражданских прав севастопольцу. Телезритель Константин с корабельной стороны делится своей проблемой. 15 ноября прошлого года умерла бабушка. После смерти остался дом. Несмотря на то, что я не являюсь ее родным внуком, она оставила завещание на мое имя. Увы, в завещании неправильно указан год моего рождения. По паспорту 22 ноября 1998 года, в завещании ошибка 22 ноября 1989. Также в завещании я указан как ее внук, хотя внуком по родству не являюсь. Что делать? Нотариус уже устно меня уведомил, что, скорее всего, будет отказывать мне о выдаче документов на наследство. И, скорее всего, откажет, поскольку допущены существенные ошибки в завещании, то нотариус разъяснит о необходимости обратиться в суд в особом производстве об установлении факта принадлежности данного завещания конкретному лицу. Для этого этому человеку необходимо подготовить заявление об установлении факта принадлежности завещания в суд по месту жительства и явиться в судебное заседание, объяснить все обстоятельства, после чего суд разберется с этой проблемой, вынесет решение. И в случае, если суд установит факт принадлежности завещания, с этим судебным решением, вступившим в законную силу, ему необходимо повторно явиться к нотариусу для получения документов о праве на наследство. Ваши вопросы можно задать по телефону 8 86 92 88 51 10. В студии вместе с вами весеннее утро встречали Дреника Джигири и Михаил Паутов. Удачного вам дня! Удачного, замечательного, плодотворного и здорового всем дня! Встретимся завтра!